В воздушно-десантных войсках стартовал конкурс по полевой выучке «Десантный взвод», который входит в программу армейских международных игр 2019 года. Военные соревнования будут проходить в несколько этапов, один из которых – десантирование – был проведен на территории Славянского района. Подробности в следующем материале выпуска. Гул вертолетов и распускающиеся в небе – словно цветы их купола парашютов. 5 апреля в Славянском районе, недалеко от станицы Анастасиевской, прошел один из этапов всероссийских соревнований – воздушно-десантных войск. Место проведения было выбрано не случайно. Мы тесно дружим с нашим районом, с нашим называем, потому что для десантника уже Славянск на Кубани – это стал родной край, и, соответственно, поэтому мы проводим конкурс, наверное, здесь. Игры эти проводятся уже пятый год. Игры десантный взвод. По каждому элементу мы выбираем лучших. Плюс апробируем нашу технику. То есть сейчас техника будет эксплуатироваться на максимальных, ну, предельно допустимых ее возможностях. Соответственно, будут сделаны определенные конструкторские, технические выводы по этой технике и будут совершенствоваться. Отличная погода и удобная площадка способствовали проведению соревнований. Поболеть за десантников пришли славянские ветераны ВДВ. Мне очень приятно, что в нашем районе проводятся такие масштабные соревнования. Это всероссийские масштабные, серьезные соревнования. Я горжусь тем, что наш район принимает такие соревнования. На столе, то, что хочется реально поучаствовать в этих соревнованиях, это командные соревнования. Хочется пожелать всем командам успеха. В этом году за победу будут бороться 18 команд, представляющих все части и соединения воздушно-десантных войск России. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Олег Ступишин тоже участвовал в подобных соревнованиях. Поэтому понимает, насколько сложно приходится десантникам. Здесь наблюдается, естественно, командная борьба. Среди подразделений выполняют практически все. Готовились к этим стартам. Я думаю, победит сильнейшая команда. Ну, вы сами за кого болеете? За Рязанского воздушно-десантного командного училища. Командам-участницам необходимо было провести десантирование с вертолетов. Высота 600 метров. А затем совершить марш-бросок на 10 километров. По результатам узнаем, удалось ли нам или нет. Но по, собственно, ощущениям скажу, что все получилось у нас. Спасибо всем, кто нам помогал. Готовиться очень много в нас вложили. Я думаю, мы не подвели нашу дивизию и выступили достойно. Самое сложное всегда начинать. Поэтому и, в принципе, десантирование было сложным для нас. И сам прыжок в небе, действия в небе тоже были очень такими, как бы сказать, тяжело было все начинать. Когда приземлились уже на землю, уже все пошло здорово и все получилось, я думаю, у нас. Все задания выполнялись на время. Отчет заканчивался, когда к финишу приходил последний участник команды. Судейский комитет отслеживает здесь временные показатели по десантированию и сбору на площадке приземления и совершению марш-броска на 10 километров. Это основные показатели, которые здесь, на этом этапе контролируются и принимаются зачеты у военнослужащих. Кто покажет лучший результат, соответственно, тот взвод будет участвовать в международных соревнованиях. Соревнования воздушно-десантных войск – это яркое событие, которое вызывает огромный интерес зрителей. Особенно в восторге от голубых беретов славянские школьники, которые собственными глазами могли увидеть состязание крылатой пехоты. Впечатлило то, что тут настоящие десантники с настоящим обмунированием. Видно, что им будет трудно, но они все справляются. И хочется прямо на них равняться и поступать в военнослужащие училища. Мне вообще на вертолетах тоже хочется пойти сейчас, прыгнуть с парашютом. Вот я хочу равняться на них, стать таким же сильным, смелым, как они. Они не сотрят все трудности и бегут с обмунированием тяжело, но они бегут. И вот хочу равняться на них полностью и тоже хочу стать таким же, как они. Это очень захватывающе, хочется как бы это повторить. Это очень красиво. Мне понравилось, как они это делают, все командно. Они вместе работают, вместе все делают. У них это очень хорошо получается. Кроме десантирования и марш-броска, командам предстоит принять участие в гонках на боевых машинах, горной эстафете, продемонстрировать мастерство рукопашного боя и захвата условного противника. Лучшая команда получит путевку на международный конкурс военно-полевой выучки. Десантный взвод, который летом пройдет в Пскове. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...